Знали. На его авторитете строились общины. Люди поняли, что можно капитал наживать на его имени. Пишут послание, закладывают свой смысл и подписывают апостол Павел. А он знать не знает в другом конце вселенной. Он говорит, не спешите колебаться умом, как бы от послания нами посланного. Я этого не писал. Но они стали перетолковывать слова апостола Павла, как сектанты сегодняшние. Вы не допоняли его. Он за обрезание. Он такой же, как мы. Ну что ж вы через него обратились? И апостол Павел говорит в послании к Галатам такие слова. Что если я и ныне проповедую обрезание, как они говорят, а за что ж они меня тогда гонят? Логики-то нет. Если я полностью с ними согласен, они должны меня в иконные рамки поместить. А они меня гонят, братья. Если вы сегодня будете обрезаться, вы вообще отпали от благодати. Вы снова беретесь за то, что бросили. Они говорят, что я устанавливаю, чтобы в общинах везде исполняли обрезание. Но вы же слышали, я вам говорил, обрезание кончилось, обрезание указывало на крещение. Если я это разрушал, а теперь снова строю, как они говорят. Да я же преступник. Он сам доводит их до сознания того, что вы мне верили. А на самом деле верить-то мне нельзя. Я уголовник, преступник, тоталитарный волк. Вы рассудите сами. Он до абсурда доводит речь. И они начинают задумываться. Это не особо развитые племена были. Но и он нашел к ним подход. Если я это созидаю... А вы же знаете, я же боролся-то не за это. И я подумал, вот сегодня нас толкают в московскую патриархию. Ну, Бог его знает. Может быть, так будет, как они думают. Но мы-то остаемся те же самые. Я в этом вижу промысл Божий. Мы сделали все возможное. Батюшка поэт еще раз выразит наше несогласие. Но и против-то я не пойду. Я воли Божьей не знаю это. И теперь вы, когда идете... Ну, Никольский собор, Покровский. И мне уже неоднократно люди говорили. Приходят одеты, как все. Я уже юбку до колен подняли. Ни платков, ничего нету. И ведут себя так же. Мало того, кассии идут. Собирают. С тарелкой ходят деньги. Наши подают. Вы развращаете их. То есть мы против этого боролись. Мы разрушали это постыдное отношение к службе. И опять заново восстанавливаем. Пошли у них туда. Мне стыдно это слышать. Да вы-то туда пришли для того, чтобы вы сияли там, как светило, говорит, на небе. Вас видели. А почему не кладет нам? Да потому что не положено. Вот на стенах, видите, добровольное пожарствование. Приди пораньше, да незаметно положи. Вон у нас ящичек. И положи туда. У нас тарелка-то. Никто не ходит. А зачем тарелка-то? Совесть у тебя есть, вся твоя тарелка. Все это лишнее, он положи. У нас никуда не пропадет. У нас избранные люди, доверенные, которые на больных, на сирот, на роженец потратят. И любой вопрос. Если мы боролись за то, чтобы у нас было так, как установили святые отцы, а они установили святую литургию. Не просто литургию, а литургию из трех частей. И мы должны знать, первая литургия открыта, подготовительная, проскомидия подготовится. Священник, все устанавливает, полная тишина, мы стоим, молимся. Ему сильно это помогает. Он ощущает это. Вот эти семь минут. Ни одного шага не делайте. Гляжу, какие-то маленькие передвижения делайте. Не делать ни одного шага. Замрите. И желательно, чтобы свечи в это время не зажигали. Или раньше, или позже. Углубитесь в молитву. Всякое шевеление отвлекает другого. Научитесь представлять себя перед ником Всевышнего Бога Иеговы. Вы пришли к Нему? Вы пришли не просто в храм, а там, где вместе можем объединить наши молитвы. Вторая часть литургии оглашенных для всех. Вы это слышали? Когда у нас говорят оглашенные изведите, люди не церковные, или которые еще у нас не приняты в священной церкви, не крещенные, отлученные, они выходят. Вы скажите, допустим, ну, 180 приходов в Балтайском крае. Где им выполняются? Ладно. 18700 приходов Московской патриархии. Только на территории Российской Федерации. Где выполняются? Вы конкретно мне скажите. Мы боролись, мы желали разрушить ложные установления о литургии. Восстановить ее первоначально, первозданном, прекрасном, спасительном виде. И вы туда приходите, и опять так же делаете, как делали. Вы опять будете созидать то, что мы разрушили. А как поступать? Так, если ты здесь выходил с оглашенными, пошел туда и там выходи. А куда я выходить? Ну, с одного конца в другой перейди. Там три предела, которые не служатся. Мы разъясняли уже не один раз. Вы ни в чем не участвуйте, что мы уже разрушили. Вы сами себя делаете преступниками. И другим объясни. А почему ты вышел? Да потому что я в числе оглашенных, я согрешила. Ты же слышал, батюшка сказал. А двери, двери. Это не шторка шевельнется, двинет он ее. Это задача дьякона не спать, и тщательно пройти и проверить. Ты обязан пройти и проверить. Но за тебя делают другие. Это двери, двери к дьякону. А у нас к часам, к смотрителям. Чтобы ни один лишний не был. И далее он говорит, двери, двери, а он идет с ключом. Так, двери заперли, все закрыли. Дверь вон те, снаружи закрыты. А не эти, что ли. Все перепуталось. И вы должны там объяснять, что понастроили неправильно вот это восстановление литургии. Мы это разрушили все, по милости Божией. Мы разрушили свящной ящик. Мы выбросили этот жидовской шумок. А теперь там опять восстанавливаете. Вы сами себя делать будете преступниками. И так в любом деле. А как священники же? Десятина. Если вам придется быть в другом месте, как у нас уехала Марина Плотникова в Грецию, она и там десятину принесла батюшка. Она несказанно удивила, устрашила его десятину. Грех, откуда мы получили, он не знает. Но он уже понял быстро. К этому легко привыкает священие, когда десятину задают. И не надо ничего. И нисколько не меньше соберешь. А главное, какая тишина, спокойствие. Я сказал местному настоятелю, десятину надо, а кто ее нам даст? Вот результат подбил своей работы. Да ты же учил здесь 40 лет почти на одном месте, ни одну десятину никто не дает. Привыкли Богу Меркурию поклонять, а Бог торговля, его изображали, у него крылышки на ногах. И он носится, летает здесь. Это вот меркурианцы. Они христиане никакие. Во втором послании к Коринфе Петра, 2 глава 22 стиха, апостол Петр зримо показывает жителям сельской местности, таким как Потеряевка, потому что держат они собак, держат свиней, каждый день общаются. В городе-то, ну, у кого есть. И говорит, если вы, познавшие истину, разрушили все прежнее, сожгли свои грехи, а потом снова возвращаетесь, вы знаете на что похоже? Вот собака, когда изблюет, у ней как устройство, такой организм, как волк, он хватает, два барана съел, пришел и залегнул, и теперь они едят на месте. Это у него холодильник принес. Так пес возвращается на свою блевотину. Или вымытая свинья снова идет валяться в грязи. Это восстанавливает то, что уже нами разрушено. Но мы обратились ко Христу, и сказали, Господи, помоги мне отвергнуться самого себя. А потом опять гнев, а у меня обиды, у меня подозрения, ревность. Ты опять восстанавливаешь то, что отрекся в крещении. Ты сам себя делаешь уже этим самым преступником. Надо искренно, искренно верить в то, что говоришь. А иначе молчать надо, не говорить. Был такой эконом, а эконом это заведующий имуществом и складами, и продуктами, в церкви. Теофил. Очень хороший человек. Житие святых описывает о нем, как о человеке, который жизнь посвятил в свое для служения церкви. Но внутри его что-то там было, что никто не видел. Он привык к этой должности. Он любил ее, но делал вид, что ни при чем. Его избрал народ, епископом быть. А он отрекся. Не хочу я быть, да я куда, да я хуже всех, да я последний раб рабов быть. И все. Поуговаривали, не могли ничего. А дьявол все это знает, что там внутри желание было. Но хотелось еще сыграть роль и человека немощного, серого, нищего духом. И его, мало того, сняли с эконома. Дьявол все устроит. И поднимет, и опустит. И взыграло в нем самолюбие. Меня не оценили. Я столько делал. Посмотрите в алтаре. Ведь это я ковры принесла сюда. А вот эти дорожки-то, это я принесла. Это все мое. Вот шторки-то, это я. Меня не оценили. Меня не любят. И дьявол вошел в душу. Это практически, что у нас сейчас вот произошло с одним человеком. Меня не оценили. Да зачем тебе это нужно-то, когда ты все делал для неба, у тебя перевернулось с головы, и ты понял, что здесь на земле. Горе вам, если награду получаете здесь на земле. Награда там. И он ничего не мог сделать. И дьявол подошел к нему. Обратись ко мне, я тебе епископом сделаю. И он пошел на ресталище, на стадион Динамо или там локомотив. И ночью явился дьявол, и он сделал подписку. Сделаю все возможное, душу заранее тебе продаю, только поставь меня, куда я хотел, верни на мою должность. Вот какая ситуация. Вы знаете, что эта душа у нас была, сколько она делала добра, но она постоянно все квасилась в собственном соку. Она не хотела над собой работать, везде недовольство. У нее ожесточение ужасное, я сейчас узнал. Не могу дозвониться. Оказывается, дома установлен телефон с определителем. И я уже понял, хоть днем, вечером, воскресеньем, звонит мне, как другие спрашивают, говорит, дома. Но она видит, высвечивается мой номер, она в руки не берет. Я с другого телефона пошел, позвонил, она сразу схватила, схватила. Я говорю, добрый день. Сразу, извините, и бросила. Другая сестра беседует, там ужасное ожесточение. Сестры, кому этот человек был близок, делал добро, вы видите, ее плоды остались. Она никак отступники некоторые ушли, о них памяти никакой нет. Она делала добро. Позаботьтесь о ней, сходите, попросите от моего имени у ней прощения. Она ушла, когда я был в деревне. Она не сказала, не написала, я даже не знаю, в чем я виновен. Но если я виновен, ну и виновен, конечно, раз желал лучшего, ты обязательно как будто наступать будешь на пятки, на пальцы. Ну, попросите прощения. Я думал, она погрязла у старобрядцев, смерть, но у нее надежда есть, она в Александровневский ходит, но и там она одинокая. Звать сюда не надо, она не приживется ей, но чтобы она просила. У нее ни одна молитва до Бога не доходит, это определенно. Закрыто все, сначала иди примирить. Когда на тебя кто-то имеет, а не то, что ты имеешь. Ты имеешь, ты вообще должен понимать, что ты никто, если ты сам имеешь. На всех обижено, меня не любили, меня не любили. Вы к себе это примените. Этот феофил, каждый может сидеть. Главная ошибка Гитлера была в том, что он не признавал ошибки. Вот его главная ошибка была. У него были добрые советники, он вовремя мог благополучно закончить войну, но закончилось тем, что он пошел в ад. Я стал думать, почему даже Гитлер не когда-то 30 апреля, а следующий день какой? Следующий 1 мая, Вальпургевая ночь, демонский шабаш, душа сразу туда пришла, это все было высчитано. Дальше, когда начинаешь размышлять, я через 40 лет пришел к этому убеждению, что и дата смерти не случайная. Итак, если мы что-то разрушили и заново восстанавливаем, а зная, что разрушили плохое, делали правильно, а потом человек отступился и опять за то же начинает. Вот отступники. Они же были за пропой, сейчас против... Они были, Библию в руках держали, ходили, книги торговали, сейчас любыми путями уничтожить, чтобы нигде не было. Восстанавливают прежнее невежество, прежнюю тьму. Одно это говорит преступники, а на это преступление особый суд будет, не мирской. Мирской суд он такой. Правду или неправду решит еще. Псалмопевец Давид в 105-м псалме 20-м стихе говорит так. Люди променяли славу свою на изображение вала, идущего траву. Вышли оттуда, разрушили все, а потом заново восстановили этого вала и стали поклоняться ему. Если мы отреклись от того, что там было, мы положили жизнь свою на алтарь Божий, то ради мамоната сегодня не губи себя. Ты тщательно подумай, что тебе Бог дает. Этот золотой телес не потянет тебя в ад. Я прошу работы свои пересмотрите. У некоторых воскресенье идет работа, пропускают божественную спасительную литургию. Вы страшно проиграете в конце. У меня скользящий график. Вы подумайте, в самом смысле заложено. Итак, разжигательное пиво. Разжигайтесь. Разжигает. Ибо в вине есть блуд, уже разожженный. А теперь скользящий. Ну, скользящий это наклонная поверхность и скользко не зацепится. Я хотел бы знать, где конец этому скольжению. Повторяю, что сектанты, неправославные, соблюдающие субботу, ни один во всем мире на 12 миллионов человек не нарушает в течение 150 лет. Мусульмане почти миллиард. И никто сегодня за стол не сядет для аппетита выпить стопочку. Потому что вино у них объявлено не просто грех, а шайтание кровь. Кровь черта. И ты ее в себя вгоняешь. Вот сумели так поставить. Все кончилось. У нас что, не бьются с абортами, ничего не могут? У них вообще этого нет, никто не знает. Почему смерть? Мусульмане сумели это поставить, а у нас не сумели. У нас издевательство над животными на каждом шагу. Буддисты сумели поставить, а червяка не задави. Ну, у них там своя философия, что это душа бывшего, может, человека плохого. Подкладка-то плохая, основание-то никудышное. Но смысл-то, что к природе надо бережнее относиться. Мы христиане. В любом случае мы должны быть выше их. Самопевец Давид, 77-й цалом, 57-й стих, говорит так, отступали и изменяли как ациев, как неверный лук. То есть неверный лук это переломленный и бывает часто поворачивает в обратную сторону и стреляет. Это, говорится, о тех, которые возвращаются на прежнее. В чем мы можем сегодня утонуть, если в московской патриархии окажемся? Торговля. Поставьте себе. У нас в устав занесено ни грамма, ничего, ни свечи, ничего нельзя торговать. Свеча должна сгорать до конца. Свечи только чисто восковые. Не прикасайтесь к свечам, которые они продают. У них ни одной свечи во всей епархии чистой нет. Ни одной. Везде с добавками. Я специально смотрел, которые восковые свечи, а как? Они или смазывают парафином, или небольшие добавки, или... А другие вообще там нет. Саразин, парафин, катарактор. Торговля. У нас исповедь отдельно. Какая исповедь, когда человек подошел, а за ним рядом двадцать человек стоят? Так оглашенную. Вот это все. В книге Левиц 22 глава 10 стих говорится, что никто из посторонних да не приступает и не ест святыню. У нас твердо поставлено это. Посторонних здесь не будет. Только свои. Посторонних не поминают даже за упокой. Мы не знаем их. Там это все будет. Не участвовать. Мы это уже разрушили. Это не восстанавливать. И другим обязательно говорить. А почему записки не подаете? Да я не верю в это. Во-первых, там подряд все. Зачем в кучу мешать? Я лучше сам помяну. От церкви отходить нельзя. Без церкви нет спасения. В Деяниях апостолов 5.13 Говорит, что принцип отделенности вошел в новозаветнюю церковь. Из посторонних никто не смел к ним приступать. 5.13 Запомните. И когда будете где-то, я подготавливаю уже почву к тому, что если придется там быть. Скажите, а кто свои? Кто посторонние? А к батюшке подойдите и скажите. Батюшка, а сколько членов у вас в общине? Он удивленные глаза делает. Чего? Да мы что, баптисты что ли? Да Писание говорит, что свои и чужие это разные люди. Из посторонних никто не приходил. А как знать, если ты не знаешь, кто свой, а чужого вообще не определишь? А вы знали? Да, мы знали. У нас количество членов, количество детей строго. На одного убыло, заметили, на трех меньше стало в общине. Уже все знамо. Вот один человек ожесточился. Я вас всех прошу, помогите мне, восстановите мир. Чтоб человек там, где ходит, чтобы он был в мире. Сходите, позвоните, позаботьтесь. Она делала много добра. Она старалась. А внутри вот этот червь, грызг и грызг, все время недовольный был, все время какие-то подозрения, что меня не любят. Забудьте эти слова. Вы заботьтесь не о том, кто вас любит, а кого вы любите. Поставьте на этом крест. Я только об одном буду думать. Люблю ли я людей? А меня любят или не любят? Никакого отношения не имеет. Что это за критерии определения общины, определения какой-то организации? Меня любят или не любят? Вот за что меня любить-то? В конечном счете. Если я злодей, значит, меня даже ненавидят. Если я добрый, мир своих только любит, Христос говорит, потому мир возненавидел, а что меня возненавидел? Мы ничего от мира не можем ждать, кроме того, что получаем. Да, конечно, по милости. В книге Исход 34 глава 13 стих говорит, Когда войдете в землю, которую я даю вам, вы увидите, как люди кланятся лживым богам выдуманным. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, все священные вещи уничтожьте, рощи священные вырубите, из вояния богов их сожгите, огнем. Мы, пришедшие сюда, в нашу общину, обо всем слышали, что такое мирское, что такое боги, поклонения, родственники, кто нас привлекает, все эти дни рождения, Новый год справляли. Вы постоянно об этом слышали? Подкрашивались в некоторых, но и волосы там мазали, или что там делают, моют. Вы ничего этого, во-первых, не восстанавливаете, и другие им подсказывают. Мы вошли в обетованную землю. Все, чему мы поклонялись мы все это разрушили. Назад восстанавливать не будем, иначе мы делаем сами себя преступниками. Пророк Иоиме, 1 глава 10 стих, говорит о роли пророка, о назначении, о программе, которую Бог дает ему. Я поставил тебя пророком. Зачем? Ну, любому скажи, а вот я ходил, а батюшку, он такой хорошенький, а батюшка такой ласковый, русские такие мяконькие у него. Мы ездили в монастырь, так он и в головку-то посылует, и все. А вот пророка Бог поставил не для этого, а я поставил тебя искоренять. На пальцах загибайте. Что такое искоренять? Ну, искорение там, что посадило. Далее, разорять. Дальше, губить и разрушать. А потом, созидать и наслаждать. Сначала, выдрать все старое, и никогда к тому не возвращаться, и старых обломков снова не склеивать этого идола, что она стянула вниз, когда мы не знали Бога, пророк Иезекииль 36, 36 говорит, я Господь вновь созидаю разрушенное и засажаю опустелое. Если мы что-то разрушили, подготовили строительную площадку, Господь поможет, и будет построено новое. Подводите иногда итог, что у вас сейчас есть, и что было, и что может быть. С этого достигнутого рубежа никогда не исходите. Мне сказали, когда я готовился к женитьбе, собрались братья, я советы там смотрел, все это, советников было много и хорошее. А один стал и сказал, если женишься, то движения вперед у тебя больше не будет. и великое-великое дело сделаешь, если ты закрепишься на том, что имеешь. То есть они имели этот опыт. Всей своей жизнью я проверил эту установку. Женить бы не помешает человеку. Нисколько, если у него на первом месте будет стоять Христос. Во-первых, у него домашняя церковь. Куда пойдет, не пойдет, а дома-то она всегда. Воспитание детей, жены. Но и твоя деятельность никаким образом не уменьшится. Я вам рассказываю все время об Устином Александре Ивановиче. Имея 10 детей, находясь от церкви за 60 километров, ни одного субботнего воскресения, в воскресном богослужении не пропустил. Никто этого не знает. Где бы ни был сбор средств, он первый. Где прописаться у него? Не было ни одного мероприятия, где бы он не был первый. Свидетельство в вагоне, где бы он не был, заступиться за обиженного, он первый. Это все в человеке. Ну 10-то детей-то у нас ни у кого в общине столько нет. И все время быть первым. И почему? Сердце. Это было огромное сердце христианина, который полюбил Христа. И для Христа все делал. Я когда приехал, у него нового завета даже не было. Он уже был готов к этому. Я ему подарил новый завет. Он сразу, мгновенно сделался его настольной книгой на русском языке. А в старообрящести на русском языке, ты понимаешь, что это. Он стоял за славянский язык, но Евангелие у него не в стороне стояло. Итак, Евангелист Матфея 27-я глава 40-й стих говорит так. Люди кричали Христу, разрушающий храм и созидающий его в три дня. Ведь у Христа и прозвище такое разрушающий и созидающий. Он разрушает. Он помогает освободиться от ненужного. И он же созидает на это место, чтобы не было пустоты, созидает новое. Что чем заменили? Просто посмотрите ваше питание, как живете, распорядок. И скажи, а что было до обращения на этом месте? Благодарю, отошло. И никаким образом подтягивать уже не буду. Взаимоотношения какие были? Благодарю, то отрезано, здесь восстановлено. Салмопевец Давид, 27 глава 5 стих говорит так. За то, что они невнимательны к действиям Господа, он разрушит их и не созидит. Внимание к действиям Господа, что он производит с нами, где мы находимся, что он производит в нашей стране сейчас, надо быть очень внимательным. Почему именно так? Не просто роптать, выходить на митинги, а понимать, почему это? Как мы могли дойти до такой жизни, что как будто никакого правительства нет в стране. Вот считаешь, и ничего нет. Ну, коммунисты прямо говорят, что анархия сплошная, время хуже смутного. Тогда, говорит, было смутное, а сейчас мутное. Праведный Ев 12.14 говорит так. Что он разрушит, то не построится. Что он заключит, то не освободится. Просить надо, как евреи молятся, Господи, жизнь моя добой завязана у тебя в узел. Когда что-то положил, сверху узлом затянул, да еще двумя узлами, пусть моя жизнь так хранится. А то, что прощено, и ты забыл, и бросил за своих ребят, и я забыл, к тому не возвращаюсь. Не надо обращаться к этим огурцам, чесноку, что в Египте у нас были. А эти Израиль-то вышел, а у нас рыба была бесплатная, ну, была колбаса ливерная бесплатная при коммунистах, да, было. Ну, и что? Недного слова нельзя нигде сказать. Помните, что ты дал нам чудную свободу. И я думаю, мы этой свободой в нашей общине, находясь под эгидой зарубежной православной церкви, по полной программе воспользовались. Нам бы никогда не создать ни общего такую, чтобы был священник, свой епископ, и за это время нахождением под крылом благодатной церкви мы должны быть Богу благодарны. И далее, не так, что еще ничего нету, еще не сделали, они сами-то тоже ничего не знают, что будет. Не восставать, а приготовиться. Приготовиться тщательно, что если нам придется, а что придется? Ходить-то мы никуда не ходили, не будем, но тогда мы открыто пойдем. Мы можем к себе приглашать открыто священников, мы теперь объединенная церковь, как они говорили, не о расколотого стола совершается литургия. Это новое поприще. Спешите, уйти, а куда уйти? В первую очередь, куда вопрос стоял? Собирали священники, перебрали все греческие церкви, все юрисдикции, все враждуют между собой. Мы на непоколебивом столпе стоим послушания, послушания Христу. Мы нигде ничем еще не нарушили. Ничего. Что у нас было? Мы сохраняем свою самобытность. Наша община, повторяя, на особом положении. И к нам, хоть они и поносят нас, но в душе-то они понимают, им никогда этого не достичь. Что бы они у нас не видели, мы говорим, ну веди у себя, ко мне сюда священники приходят. Нет, мне этого не сделать. Он даже боится сказать об этом. А почему? Нет проповеди на русском языке. Монашество все во главе. А мы сказали, монахов надо всех в мир отправлять на проповедь. Не сидеть, не прятаться, не прославлять монастыри, а считать их как тормозами для проповеди. Пророк Иеремия, 45 глава 4 стих, говорит, Господь говорит так, что я построил, то я разрушу. Я сам Господь ваш, я насадил, я искореню. Говорится о благе, которое дал нам Господь. И если мы провинимся перед Господом, мы растворимся, мы изничтожимся, никуда не присоединяясь на этом месте. Но если мы золото, золото будет находиться в потоке мутном, то и там останется золото. И если святильник ярко горит, и чем, говорит, глубже скорбь, тем ближе Бог. Будем молиться о том, чтобы не было нечестивого объединения, но было объединение, которым церковь молится во единстве веры. Аминь. Аминь. Продолжение следует...